Что может быть прекрасней такой вот идиллии полного взаимопонимания, взаимоуважения, участия и гармонии? После осеннего переполоха страсти по татарскому языку в школах улеглись, нервы успокоились, уроки вернулись в привычное русло. У нас именно изучение татарского языка проходит в таких мирных, именно мирной атмосфере. В этой 30-й Казанской общеобразовательной школе, к слову, не национального профиля, все родители без исключения выбрали татарский язык в качестве родного. Родного не по крови, а по жизни. Это самый лучший идеальный вариант для изучения татарского языка. В школе не было долгих прений и излишних блужданий в поисках нового пути в светлое будущее без татарского языка. Конечно, часы преподавания, как того потребовала прокуратура, сократили в два раза. Но главное, этот предмет, пока еще обязательный к изучению, остался в школьной программе. Если ребенок учится в школе, он все предметы должен изучать в обязательном порядке. Здесь вне обсуждения, хочет ребенок изучать или не хочет. Если идти на их поводу, извините меня, они могут отказаться и от физики, и от математики. Опасение директоров школ вполне оправдано. Кому хочется жить в эпоху перемен, которые, как считают педагоги, последовательно ведут к деградации образования, воспитания, культуры и нравов. Многочисленные народы, населяющие Россию, постепенно теряют свою языковую среду. И этот факт неоспорим. Вопрос изучения родного языка в семье – это отдельный разговор. Тут важно понять, что национальная политика государства не может быть ограничена сферой бытового и внутрисемейного общения. Современным городским детям негде говорить на родном языке, кроме как на уроках родного языка в школе. Но новый законопроект может исключить даже эту минимальную возможность. Вот выдержки из нового документа. Преподавание и изучение государственных языков Республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе. При выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов, учет мнений обучающихся и их родителей осуществляется на основании письменных заявлений. В частности, раньше родители имели право выбирать язык обучения и факультативные предметы. Сейчас там добавлены слова, что родители имеют право выбрать язык обучения и факультативные предметы, в том числе родные языки и государственные языки Республик. Это означает, что они будут преподаваться только как факультативные предметы в новом варианте закона. Изучение родных языков многочисленных народов в России станет по закону возможным, но при ограниченных условиях, если школа сможет предоставить родному языку так называемые внеурочные часы. Чтобы оценить всю глубину проблемы, нужно понять, что такое внеурочные часы или факультативные занятия. Это не обязательно учебный курс, курс по выбору, по желанию, по возможностям школы без государственного финансирования. Так может получиться, что второму государственному языку в республике, татарскому языку, придется еще побороться за место под солнцем с робототехникой, бисероплетением и умелыми ручками. Все это, конечно, противорит Конституции Российской Федерации, но, тем не менее, пока еще никто не обращался к Конституционному суду. Понимаете, обращение к Конституционному суду требует серьезной подготовки. А, к сожалению, у татарского народа и других народов Российской Федерации нет серьезной юридической службы, которая бы защищала эти интересы. 16 ноября 2004 года, практически 15 лет тому назад, Конституционный суд Российской Федерации постановил, что татарские и русские языки могут изучаться в равных объемах. Практически 15 лет тому назад Конституционный суд Российской Федерации гарантировал возможность использования татарского языка во время получения основного общего образования. А вот как звучит последний абзац этого постановления, которое было принято практически 15 лет тому назад. Данное решение этой высшей судебной инстанции окончательное и обжалованию не подлежит. Они об этом хотят забыть, а мы уже не забываем об этом, потому что такое постановление имеется, он пока еще в силе. Главным конституционным принципом сохранения языков народов в России является их равноправие. Потому этот новый документ депутаты и считают антиконституционным. Как оказалось, в руках его еще никто не держал, в глаза никто не видел. Проект появился на сайте Госдумы в начале апреля, но его уже успели в ППХ рассмотреть на Комитете по образованию и науке и принять в первом чтении. Без какого-либо согласования или обсуждения с национальными регионами, без проведения публичных слушаний, без экспертной оценки ученых. Ряд депутатов Госдумы решили, что имеют полное моральное право вот так взять и распорядиться судьбой языков и народов, проживающих в многонациональной России. Я надеюсь, что депутаты Госдумы и руководство Российской Федерации более внимательно будут обращаться к этому вопросу, потому что национальный вопрос очень тонкий, очень чепетильный. Если мы допустим ошибку, малейшую ошибку в этом вопросе, может случиться большая беда. Мы это видим уже на практике в жизни других стран, Украина, там тоже в Катавасе у них проблемы начались с запретом русского языка в образовательных организациях и в средствах массовой информации. Сейчас очень острые споры идут в Латвии, такие же споры шли в свое время и в Азербайджане, и сейчас они не утихают. И в Югославии были такие вопросы очень острые, бодняты. Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы Российская Федерация и многонациональная страна, многонациональное государство шло по пути вот этих стран. Два государственных флага и таблички на двух государственных языках. Директор Волжского университета водного транспорта после вступления в должность год тому назад первым делом все госатрибуты привел в соответствие с законом. Язык, где ты живешь, это обязательно. Тут даже вопросов не может быть. Такая международная обстановка тяжелая, еще не нужный вот такой национальный вопрос поднимают внутри. Это, мягко говоря, неприятели только могут сделать. Не надо трогать, у нас все прекрасно, живем, понимаем, а внутри как-нибудь разберемся сами. Этот частный татарский детский сад появился в сентябре 2017 года, тогда, когда в школах шли прокурорские проверки, начали сокращать часы преподавания и увольнять педагогов. Родители стали искать дополнительную возможность изучения родного языка, пока его совсем не отменили. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней.